Минувшая неделя в мировом масштабе прошла относительно тихо, если не считать примеры, теперь уже серийного седана Honda Civic в 11-й генерации. Зато российский рынок пополнился несколькими примечательными автомобилями, среди которых цены на седан Mercedes Maybach оказались даже не самыми удивительными. Втрое дешевле Maybach нам предлагают полноприводные BMW, четырёхдверный М3 и купе М4, а ещё в два раза дешевле стоит заряженный Volkswagen Golf GTI. И это предложение выглядит даже более заманчивым, чем обычный Golf, обречённый стать у нас нишевой моделью. Ещё более нишевым будет обновлённый кроссовер Maserati Levante, который наконец-то предлагает в России восьмицилиндровые вариации. Ну а самой большой новостью недели, в буквальном смысле, стала смена поколения грузовиков MAN. Но давайте пойдём по порядку. От самых дорогих новинок недели к бесплатным. Каждый четвёртый Mercedes-Benz S-класса в России — это Maybach. Поэтому не будем удивляться, что состоятельные россияне внимательно следили за официальным сайтом Мерседеса и первыми заметили шокирующую цифру в конфигураторе — 84 130 200 рублей. К счастью, это оказалось ошибкой, и выкладывать миллион евро за обычный седан не придётся. Представительство Мерседеса хотело бы повременить с соглашением ценной комплектации до премьеры, которая должна совпать со столетием марки имени Вильгельма Maybach. Но в дело вмешались дилеры. Благодаря им мы знаем, что с мотором V8 Maybach будет стоить около 20 миллионов рублей, а за 12-цилиндровую ипостась придётся отдать 28 миллионов. Тем временем в Китае объявилось трёхлитровое исполнение Maybach. Логично, ведь поднебесные налоговые ставки зависят не от мощности, а от рабочего объёма двигателя. Шесть цилиндров сделали автомобиль экономичнее и налоговыгоднее, но по динамике он очень даже неплох. Опять же, никуда не делись мягкогибридная приставка, шустрый автомат и полноприводная трансмиссия. А по опыту предыдущего поколения такой Maybach может появиться и в России. И клиентов он точно найдёт, ведь полтора миллиона юаней — это 17 миллионов рублей. Простой S-класс дебютировал осенью с шестью цилиндрами. А теперь у флагмана наконец появилась версия с двигателем V8. Это 4-литровый турбомотор отдачей около 500 сил, а ещё 20 — кратковременно может добавить стартер-генератор. С ценами представители трёхлучевой звезды малость перегнули. За топовую S-ку решено просить от 15 до 17 миллионов рублей. Впрочем, желающие сэкономить готовы принять дилеры других немецких марок. Скажем, мощную длиннобазную Audi A8 реально приобрести за 10 миллионов. А продавцы BMW отдадут 750-ю за 12 миллионов. Перейдём к марке BMW, чьи фанаты от шока через отрицание и гнев прошли все стадии принятия неизбежного. А этим неизбежным оказались огромные ноздри фирменной решётки, которые фанаты классических моделей хотят развидеть обратно. Тем более, что руководство марки подсластило пилюли, впервые отрядив младшим М-кам, седану М3 и двухдверке М4 систему полного привода. Трансмиссия MX Drive предлагается только для мощных авто, оснащённых форсированной версией рядной битурбо-шестёрки. Правда, мотору пришлось улучшить систему смазки, ведь вариант 4х4 динамичнее стандартного. Многодисковая муфта подключает передние колёса только по необходимости. Задний межколёсный дифференциал активный, с электронным управлением. А ещё здесь имеется режим дрифта, в котором передний привод принудительно отключается, позволяя водителю крутить бублики. Доплатить за дополнительную пару ведущих колёс дилеры попросят всего 280 тысяч. Подарок по меркам BMW. Более того, в России 500-сильные седаны М3 будут сплошь полноприводными. Правда, к дилерам машины придут не раньше сентября. Японская Хонда несколько генераций подряд делала свой Civic максимально непохожим ни на конкурентов, ни на предшественников. Как вдруг теперь выкатила седан совершенно традиционного вида. Трёхобъёмный кузов, классические пропорции или вот решётка радиатора, выполненная не огромной переразмеренной пастью, а двумя скромными прорезями, как это делали 5-7 лет назад. Или это затейница Хонда. Из вольности лишь покатая крыша да интересная форма задних окошек. Притом, несмотря на совсем иное восприятие, платформа осталась прежней. На удивление, сохранилась даже задняя многорычажка. Японцы клянутся, что сотворили самое драйверское поколение модели. Ради этого пришлось, загибайте пальцы, повысить жёсткость кузова, растянуть колёсную базу, расширить заднюю колею, облегчить передний подрамник и обновить сайлент-блоки. Двигатель под стать шасси. Лёгкий полуторалитровый турбомотор, заимев второй фазовращатель, теперь выдаёт солидные 180 сил мощности. Из-за этого инженерам пришлось доработать клинноременный вариатор. Впрочем, для поклонников проверенных решений имеется двухлитровый атмосферник. Основным рынком станет американский. Из Европы модель уходит. Ну а российскую судьбу Хонды мы знаем. В 22-м году продажи всех машин будут свёрнуты. Хёнда не устает расширять свою N-серию, куда входят самые драйверские машины. Четвёртой, но очевидно не последней моделью семейства стал кроссовер Кона, кой ему отрядили начинку от горячего хэтчбека i30N. Именно поэтому покупателям не стоит рассчитывать на полный привод. Есть лишь самоблокирующийся межколёсный дифференциал. Также не будет механической коробки, только восьмиступенчатый преселективный робот. У этого робота есть специальный режим, дабы перещёлкивать ступени максимально быстро, почти ударно. Поэтому при разгоне до сотни с лонч-контролем паркетник уверенно выезжает из шести секунд. Чтобы Кона могла ехать не только прямо, инженеры усилили кузов, перенастроили подвеску и внедрили кованые 19-дюймовые колёса. Как уверяет сама марка Хёнде, на этом кроссовере можно смело выезжать даже на трек. Старт мировых продаж назначен на лето. Увидим ли мы этот во всех отношениях любопытный автомобиль и вопрос открытый. Исходную Кону российский офис завозить не планировал. Но развивать направление N обещал. Зато любителям горяченького однозначно понравится, что до нас доехал Volkswagen Golf GTI. Правда, цена совершенно не скромные 3 миллиона рублей. У родственной Audi за такие деньги можно присмотреть целый опять спортбэк. Но мы рады и такому гольфу, ведь других мощных хатчбэков на российском рынке просто нет. Подогретому гольфу полагаются 2-литровый битурбомотор, 7-ступенчатый преселектив и электронно-управляемая блокировка дифференциала. А что же обычный гольф? Восьмое поколение, без приставки GTI, предложено нам с единственным 150-сильным двигателем и 8-диапазонным автоматом. В богатой комплектации Exclusive. В неё включены 6 подушек безопасности, виртуальные приборы, медиасистема с 8-дюймовым экраном, матричные фары, трёхзонный климат-контроль и прочие удобства. Но при стартовой цене под 2 миллиона 600 тысяч эта пятидверка обречена навсегда остаться малопопулярной экзотикой. При этом комплектация нефиксированная. Цену можно наращивать, доплатив за навигацию и аудиосистему. А в Европе обновился хэтчбэк Volkswagen Polo. В России это шестое поколение малоизвестно, ведь выпускается с 17-го года, а из нашей страны пятидверка сбежала ещё 7 лет назад. По канест немцы показали только хэтчбэки в топ-версии R-Line, у которых свой декор. Ну понятно, что и обычным Polo достались новые бамперы, решётка и полностью диодная оптика. Цифровизация салона привела к сенсорным кнопкам климат-контроля и отказу от стрелочных приборов. А ещё Polo стал безопаснее. В начальную комплектацию добавлена центральная подушка, в опциях появился адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Моторная гамма усыхает. Турбодизель 1.6 Polo лишился ещё в прошлом году, а теперь убрана и полуторалитровая турбочетвёрка на 150 сил. В остатке только литровые тройки. Одна атмосферная, две наддувные и одна газовая. Заряженный Polo GTI с двухлитровым мотором в гамме сохранился, но его обновят позже. Продажи машин в Германии стартуют в июне. Для обеспеченной публики, которая считает Porsche Cayenne слишком попсовым, на скромном российском рынке имеется любопытное предложение — итальянский кроссовер Maserati Levante. В Москву только что прибыла партия слегка подновлённых машин, что отличаются задними фонарями и свежей медиасистемой. Но это всё мелочи. Ведь главное, до России наконец добрались восьмицилиндровые модификации — Trofeo и GTS. Обе они оснащены битурбомоторами Ferrari и восьмиступенчными автоматами, а различаются степенью форсировки и настройками шасси. Правда, внедрение силового агрегата от именитого спорткара здорово взвинтило цену. Если шестицилиндровый Levante реально купить за 7-8 миллионов, то пара дополнительных горшков повышает цену практически вдвое. Тем временем в Европе Levante готовится к отказу от дизеля V6 — самой дешёвой версии в гамме кроссоверов. На замену представлен мягкий гибрид, построенный вокруг двухлитровой битурбо-четвёрки. Помимо турбокомпрессора тут есть и электрический наддув. Появится ли такой Levante в России — пока неизвестно. Следующей новостью можно иллюстрировать учебник «Грандиозные ошибки маркетологов, которые нельзя повторять никому». Ибо настолько бестолкового вложения средств, что показала марка Alfa Romeo в автопроме, не случалось ну очень давно. Так вот, в 2016 году Alfa презентовала очередную программу очередного возрождения хронически убыточного бренда. И ради достижения этой цели планировалось потратить баснословные 5 миллиардов евро. Немалая часть средств успела отойти на разработку совершенно новой, с чистого листа, заднеприводной платформы Giorgio, в которой не было ни одной детали от других моделей. Из этой архитектуры планировалось вырастить 8 свежих моделей. Но не сложилось. В серию пошли только седан Giulia и кроссовер Stelvio. Машины классные, но не слишком популярны. И теперь, как сообщает Automotive News, когда Giulia и Stelvio отживут свой срок, с ними на покой отправится сама заднеприводная тележка. Будущее Alfa отныне только электрическое. Среди тех, кому пандемия помешала реализовать свои планы, оказалась немецкая марка MAN, или, если говорить правильно, MAN. В прошлом феврале немцы презентовали новое поколение магистральных грузовиков. Но до России оно доехало только сейчас. Несмотря на полностью другой облик, новое поколение многое взяло от прежнего. Это рамы, моторы, коробки и даже каркас кабины. Хотя крыши, двери и интерьер сделаны заново. Современные грузовики стали до нельзя комфортными. Например, чтобы водитель лишний раз не залезал в кабину, здесь появился вот такой блок кнопок, который позволяет управлять аварийной сигнализацией, останавливать или запускать двигатель, а еще две кнопки можно задать по своему усмотрению. Коробка передач – робот ZF, который управляется правым подрулевым рычажком. При желании можно заказать и механику, хотя таких клиентов все меньше и меньше. Еще один каприз современного заказчика – желание купить не просто грузовик, а целый комплекс, в который помимо собственного автомобиля также входит сервисный контракт, телематический комплекс и помощь на дороге. Именно поэтому MAN избегает оглашать базовую цену. Дескать, для каждого клиента прайс-лист окажется индивидуальный. Но, как нам стало известно, двухлосный тягач будет стоить около 8 миллионов рублей. Еще! Во время московской презентации MAN показал только флагманские сидельные тягачи TGX. Но на самом деле немцы одновременно обновили весь модельный ряд. То есть развозной TGM, самосвал TGS и компактный модель TGL. Ну а впереди новое поколение грузовиков MAN ждет большой пробег по всей стране. Это значит, что с новой техникой смогут познакомиться все перевозчики, которые в ней заинтересованы. За моей спиной крейсер «Аврора». А это значит, что мы в городе Санкт-Петербурге, где представляют очень необычную для России не коммерческую, а социальную программу, адресованную молодым водителям. Программу «Водитель Петербурга» еще 16 лет назад основали питерский автоклуб совместно с офисом губернатора и ГИБДД. Пережив несколько взлетов, программа действует и поныне. Например, на ее счету детские курсы по правилам дорожного движения или бесплатная телефонная линия. В помощь оформляющим ДТП по европротоколу. Новое направление — это пластиковая карта «Молодой водитель», которую намерены раздавать всем выпускникам питерских автошкол. Обладатель такой карты в первые 90 дней своей водительской жизни получает бесплатные услуги. Вызов эвакуатора, техпомощь, мобильный шиномонтаж, передвижную заправку и один предоплаченный визит на мойку. Мастера партнерской СТО готовы осмотреть первые автомобили перед покупкой, а на место ДТП можно бесплатно вызвать такси, аварийного комиссара, юриста и даже группу физической защиты в случае угрозы. Привет, бандитский Петербург! И да, всё это действительно безвозмездно, то есть даром. От автошколы ничего не требуется, кроме того, чтобы дать своему ученику эту карту. То есть не нужно как-то платить денег, опять же, ни за что, за какую-то регистрацию, интеграцию в систему и так далее. Взамен организаторы программы просят только подписать договор участия и символическое согласие с кодексом водителя Петербурга, который включает самые прописные истины. Не нарушай, не обижай пешеходов и будь вежлив. Логично предположить, что по истечении 90 дней участие в программе будет платным. Но нет, продлить её действие нельзя даже за деньги. Молодой водитель действительно адресован молодым водителям. Когда я начинал в 2003 году преподавать в автошколе, то в первых своих группах своим ученикам, я сам, тогда у меня ещё не было визиток, я делал карточку с машинкой, с изображением, с номером своего телефона. И раздавал, и говорил о том, что вы можете мне в любое время позвонить, и я вам дам консультацию по правилам дорожного движения. Мне пока не знакомы в других регионах такого рода программы, честно говоря. Мне кажется, что из этой программы могла бы вырасти, например, большая всероссийская социальная программа. Аналогичных инициатив пока не существует ни в других регионах России, ни тем более на федеральном уровне. Поэтому петербургский автоклуб не скрывает, что мечтает вывести свой проект за пределы северной столицы.